Гуса Хидинка и традиционные желто-зеленые цвета у игроков Норвича. Разыгрывают мяч в центре поля Хуллахан и Редмонд. Серьезную травму получил Курт Зума. Многие из вас, я думаю, этот момент видели. Хочется Курту пожелать скорейшего выздоровления, но он, естественно, сейчас Челси помогать ничем и никак не может. Так вот, Барнислав Иванович, поскольку травмирован еще и Джон Терри, играет в паре центральных защитников вместе с Кейхелом. Удар и гол! Уже на первой минуте! Забивал быстрее еще раз. Следим за этой атакой. Эден Азар получает мяч в центре поля. Протаскивает его до чужой штрафной. Делает передачу на Кеннеди, который действительно оказывается на левом фланге. Никто ему оказывается... Вернее, не оказывается в состоянии помешать. И Кеннеди вот так вот с левой ноги направляет мяч в дальний угол ворот Джона Ради. Ничего себе! Какое безрадостное начало для Норвич Сити. Не то, что футболиста, приобретенного прошедшей зимой. Эден Азар оставляет мяч пяткой Кеннеди. Тут, видимо, очень активно будет по своему флангу идти вперед. И опять у Челси получается опасный атак. Азар в тратой площади прострел! И будет ли удар? Похоже, что нет. Вот этот Челси, напомню, проигрывал Саутгемпену со счетом 0-1. И потом вот в похожей ситуации Фабрига сделал передачу, но мяч залетел в дальний угол ворот. В итоге счет стал равным и в концовке Челси после гола Бронислава Ивановича. Течь. Не было там игры рукой по мнению Ли Мейсона. Улахан. Еще одна передача. Кэмера Джером. Удор поворотом! Над перекладиной. Про Алену Джерому этот удар нанести. Давайте смотреть еще раз. Находится Джером в офсайде. Но потом очень здорово действует. Открывается под передачу. Кеннеди не успевает его догнать. Ну и Бронислав Иванович тоже не был рядом. В общем, Кэмера Джером бил без помех. Вперед. Решил, видимо, Ради стенку в последний момент передвинуть. Заброс Фабрига. С опаснейший момент Ради выручает Норвич. Ну просто зла не хватает. Смотрите, подачей один. Один оказывается Бронислав Иванович. Но один из наиболее опасных игроков на стандартах. Почему же никто его не держит? Норвич едва ли отыграется. Сейчас явно нужно что-то поменять в перерыве Алексу Нилу. Может быть, отказаться от игры с тремя защитниками. А вот момент Диего Коста. И это 2-0 в пользу Челси. Относить того, что там было положение вне игры. Смотрите еще раз. Ну какое положение вне игры, дорогие мои друзья, если Диего Коста... Ну хотя, как знать. Сначала казалось, что вот-вот уже последует передача. И Коста был в правильном положении. А вот повтор заставляет действительно усомниться. Трауре делает передачу на Диего Коста. Но как все быстро было сделано. Разыграли мяч. Ввели его в игру из аута. Раз передача, два передачи. Опять все в одно касание. И сам Диего Коста тоже завершает эту атаку одним голевым касанием. Ну, мне кажется, что оффсайд был. Откровенно говоря. Проверить, где Норвич не смог. Понятно, что не самая привычная позиция для этого бразильца. Который, в общем-то, является атакующим футболистом. Заброс! Бил Кэмерон Джером. В этом матче было у Норвича. Не смогли удержать Кэмерона Джерома. Вот такой пас. И Сесарас Пеликоэта был лишь наблюдателем в этой ситуации. В принципе, из строков оборонительного плана у Норвича. И в центре поля два человека, которые способны выжигать все подряд. И не понадобятся. Лучше иметь одного творца. А вот по такой игре, что мы видим сейчас. Появление Джуна Бемикелу не исключено. Кэмерон Джером бьет с линии вратарской. Чарли Тайма с левой ноги мимо воротом пробил. Ну а сейчас фантастическая возможность для того, чтобы вернуться в игру. Кэмерон Джером в цели. Ну вот такое развитие событий, конечно, должно Челси взбодрить. Слишком расслабились. Не получается удар у Оскара. Повтор нам поможет разобраться. Не было. Так что Оскар и Азару помешал и пинтом. Халсон. Хороший пас. Редмонд уже в трофой удар. Это гол! Норвич Анна! Теперь Норвич снова в игре. Еще раз смотрим. Видите, Редмонд пока один. Матич за ним не побежал. И в итоге в зону между Ивановичем и Кеннеди врывается Редмонд. Здесь хорошо будет видно. Оп! И открылся. Красавец. И передача очень хорошая. Кто ее там исполнил? Уэс Хулыхан. Ну и более того, Редмонд попадает в ближний угол. Тибол Куртуа не спас Челси. Но удар, конечно, страшной силы у Нейтана Редмонда. Ну и вот, наконец, Анна. Но Нил вперед. Здорово! Продолжается быстрая атака Норвича. Хулыхан с мячом подработал под левую. Дальше ждет, ждет, ждет подключение Редмонд. Тут как тут. Ну, 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 быстрее, быстрее. Нужно что-то делать. Норвича у Нил бьет. И рядом со штангой. Главой. Ну, вот почти идеально. В этой ситуации сработали ребята Челси него отправить мяч туда, куда он хочет. На правый фланг на подключающегося Иву Пинту. Здорово! Это Редмонд. Удар в нижний угол. 1994 года рождения. Очень быстрый полузащитник, который обладает хорошим ударом. Один гол сегодня он уже забил. И вот вновь попытка отличиться. Еще смотрите, как от троих убежал. И нанес удар. Но, правда, Тибух Куртуай ситуацию контролировал. Не должен был здесь в ближний вновь пропустить от Редмонда. Так что есть шанс по-прежнему у Норвича. Матич. Диего Коста. Фабригас. Нет. Фабригас не в офсайде. Опаснейшая атака Челси. Катит мяч. Коста бьет в дальний мимо. У них 10 матчей английского чемпионата на свой счет записать. Ну и Фабригас каков. Паста очень хороший. А просто самый важный момент этого матча. Передача штрафную площадь. Удор. Куртуай реагирует. А будет ли добивание? Нет, не будет. Больше того там фул в атаке должен. А вот предыдущий эпизод, когда Тибо Куртуай Челси выручил. Смотрите, мяч все-таки прилетел. Смотрите, мяч все-таки прилетел.